Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Золотой Таро. Сегодня мы смотрим онлайн-расклад «Благополучный исход событий. Как разрешится ситуация?» О чём важном вам хотят сказать высшие силы. Итак, благополучный исход событий. Так, смотрите, у вас партнёр король мечей, который может заведовать армией, заведовать полицией, банком, быть политиком. То есть человек такой достаточно хладнокровный, умеющий подавлять, умеющий командовать, умеющий распоряжаться. Любящий, любящий. Вы ему разбили сердце, вот такому, знаете, властному товарищу. Именно тем, что с вами очень сложно и трудно, что вы его не хотите понимать. Может, вы его и понимаете, но делаете вид, что вы не хотите понимать. То есть я девочка, не хочу тебя понимать. Не хочу твоих проблем. Так, у вас какие-то у самой переживания связаны с финансами. То есть вы хотите получить большой доход, да, то есть какую-то крупную сумму денег, а она вам для чего-то нужна. Ну, кто-то хочет жильё купить, кто-то машину, кто-то, ну, кто-кто, кто что хочет, кто-то путешествовать хочет, да. Здесь ваш партнёр интересно себя ведёт. Он делает вам предложение, потом как-то он немножечко отдаляется и уходит в свои иллюзии, фантазирует, да. То есть он как бы не поддерживает вас, а он как бы даёт вам время соскучиться. Здесь подключаются высшие силы, которые вам говорят, мы тебя не бросаем, да, там, несмотря на партнёр, мы следим. Мы как бы знаем, что тебе нужно и как нужно, да, и они показывают, что вам нужно, ваша задача. Вы, в принципе, человек, созданный для семьи. Вы человек достаточно властный, сильный, принципиальный, и ваша задача не отступать от своей намеченной цели. Ваше движение и ваша жизнь не стоит на месте, движется с бешеной скоростью. Хотя, несмотря на то, что партнёр какие-то тайм-ауты берёт, но это для передышки он не догоняет, да. То есть если бежит, например, там лошадь и пони, то вот он та пони, которая вас никак не может догнать. Здесь будут очень большие судьбоносные перемены, из которых вы выйдете победительницей, да, несмотря на то, что сейчас вам немножечко ситуация непонятна. Здесь большая любовь, здесь получение удовольствия, то есть вам всё откроют и покажут, да, то есть если вам что-то не показывают немножечко, да, то есть вы не должны расстраиваться. Значит, не пришло время. Именно благодаря своему характеру королевы мечей, который тоже умеет командовать и тоже, как бы там, да, знает цену своим деньгам. Там вы умеете, в принципе, любить, но вы готовы любить достойного, который вами не манипулирует, не использует, да, и не трясёт там с последней, допустим, с вас деньги. Благодаря этому вы добьётесь того, чего хотите, соберёте свой урожай, как в финансовом плане, так и в плане личных отношений. Вы будете делать выбор в сторону того мужчины, кто для вас будет стараться, допустим, дарить подарки и деньги, потому что когда мужчина не вкладывается, это отношение мужчины несерьёзное, то есть мужчина ценит те отношения, в которые он вкладывается, да. И вы сама для этого работаете и не ждёте там манны небесной и подачек от мужчины, но просто вы делаете для себя определённый выбор. Так, всё идёт к гармоничному счастливому браку, где вы будете, в принципе, счастливы. Высшая сила даёт вам трансформацию в этих отношениях, и вы должны, знаете, как вот прямо вырвать своё счастье, выспарить, доказать, настоять на своём, не пойти на поводу, да, чтобы мужчина не думал, что это лёгкая победа. Так, здесь, знаете, здесь очень много чего было, здесь и флирт какой-то был на стороне, и какие-то интрижки были на стороне, и какие-то проверки с обоих сторон были, вы друг за другом упорно наблюдали. На данном этапе всё как бы утюхомиривается. Он ждёт вас, одержим вами, одержим обладать вами партнёр, да. Да, и он всё время думает о сексе, у него прямо голову сносит, кружит, да, если вы какое-то ещё видео ему присылаете, он там уже рассмотрел каждый ваш накаток, каждый пальчик, всё-всё-всё, он как бы тут уже это представляет. Так, смотрите, будут у вас какие-то позитивные перемены, которые приведут к счастью семье, браку, к союзу, к официальному оформлению. Видите, манипулирования по интернету, если у вас интернет-роман, они будут достаточно сдержаны, он будет стараться этого не делать. Даже если он будет зависать и не делать быстрых каких-то решений, он всё равно готов к действию, он как бы готовится к действиям. Это, знаете, это такая, сейчас я скажу, как это правильно назвать, это затишье перед бурей, то есть он как бы, как перед стартом, да, начинает как бы брать какую-то передышку, чтобы потом взять старт и уже идти к финишной прямой. И единственное, что это будет не так быстро, как вам хотелось бы, и это немножечко будет вам причинять какую-то тоску, грусти и так далее. Но, но, всё это случится в течение одного солнечного года, то есть от октября до следующего октября вы уже будете в браке, вот. Вот, но без скандалов, ссор и ревности, подталкиваний и волшебного пендаля вам не обойтись. Вот, кому интересен такой расклад, оказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Продолжение следует... Продолжение следует...